Здравствуйте, коллеги! С вами Сяков Роман, компания DrawMarkets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим то, что происходит сейчас на рынке, волатильность повышается и мы поговорим в араспекте, почему так происходит. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, вопросы как всегда оставляйте в комментариях. Итак, волатильность на рынке повышается, собственно сейчас это главный момент, на который обращают внимание инвесторы. И то, что мы видели на прошлой неделе, оно связано как раз с возрастающими рисками относительно инфляции. То есть растет инфляция, растет быстрее, чем предполагал ФРС и скорее всего рынок ожидает то, что ФРС будет делать какие-то определенные шаги быстрее, чем было запланировано. Хотя ФРС это пока сдерживает, да, вот эти настроения. Поэтому видим, что когда публикуется инфляция, да, мы чуть позже об этом поговорим, инвесторы начинают волноваться, затем ФРС их успокаивает. Ну и собственно рынок после коррекции быстро откупается. Также с точки зрения роста волатильности хочу обратить ваше внимание опять же на индекс ВИКС, да, индекс волатильности. Где как раз был скачок на прошлой неделе выше отметки 20, доходили практически до уровня 27. Ну и сейчас пока вернулись обратно в данный диапазон. Но тем не менее, если посмотреть на апрель, май, то, ну первую половину мая, то волатильность была в таком достаточно узком диапазоне. Фактически опасений не было. Сейчас они начинают возрастать. Конечно, это все может идти волнообразно, скачкообразно. То есть посмотрите то, что было как раз в марте прошлого года. И постепенно, да, то есть после выхода из зоны 20, которая является такой, скажем так, безрисковой, ну то есть с минимальными опасениями, индекс резко возрос. Конечно, вот эти всплески до уровня 40, то есть сейчас фактически по данному индикатору диапазон 20 нижней границы, 40 верхней границы. То есть чем выше мы будем забираться, тем выше вероятность как раз коррекции и скорее всего мы ее сможем здесь увидеть. Опять же, сейчас, так как мы находимся на локальных максимумах, рынки перегреты, это все вызывает определенные опасения. Да, с точки зрения того, что произошло на рынке на прошлой неделе, но из таких ключевых моментов это заявление Илона Маска по поводу того, что они перестают поддерживать продажу через биткоины, так как они считают, что это не экологично, да, но мы все знаем, что добыча биткоина, она связана с большими затратами энергии, да, и, собственно, в этом упрекали Маска несколько раз. Ну, видимо, он решил послушаться и пойти на поводу как раз вот данных заявлений, но, соответственно, биткоин упал до минимальных, ну до 33 или 35 тысяч была цена по биткоину. В общем, он довольно-таки неплохо скорректировался после того, как Маск написал об этом в своем твиттере. Также, с точки зрения инфляции, да, вот мы подошли фактически к ключевому вопросу, который сейчас остается. Мы уже разбирали более подробно данный вопрос на вебинаре, кстати, можете его найти на нашем YouTube-канале в разделе видео и посмотреть более детально, да, более подробно. Что сейчас происходит, да, Consumer Price Index подскочил до отметки 4,2%, то есть это фактически самый быстрый рост с 2008 года. Если разобраться, да, то есть что в этот индекс, собственно, входит, то есть, ну, во-первых, важно понимать то, что выросли такие товары, да, как цены на энергию, да, выросли примерно на 25%, также выросли цены на топливо практически на 50%, да, опять же, с прошлого года. Ну, мы помним, что был колоссальный провал, да, по нефти, и потом она, конечно, выросла. То есть, ну, тем не менее, это все тоже закладывается. И вот потребительская инфляция, она как раз растет быстрее, чем ожидалось. То есть, вполне вероятно, что она может дойти до уровня там 6%, 8%, может быть и 10%, и тогда, конечно, ФРС нужно будет действовать гораздо быстрее, да. Вот сейчас это, собственно, ключевой момент, к которому приклону внимание. Но ФРС, как я уже говорил, продолжает сдерживать вот эти негативные настроения, которые происходят. Поэтому мы видим резкую коррекцию, да, которая была на прошлой неделе, там, по индексу S&P 500, затем это все быстро откупают. Но, тем не менее, у нас продолжается сезон отчетов, и по текущему сезону отчетов мы видим то, что 90% компаний уже отчитались, 86% компаний из индекса S&P 500 заявили о позитивном доходе на акцию, то есть, что превысило ожидания, да, это, безусловно, хороший показатель. И, фактически, это, по данным портала Фактсет, ну, лучший из 2008 года. То есть, мы сейчас видим такой дисбаланс, да, с одной стороны, компания отчитывается лучше, там, с 2008 года, если взять статистику. Но, тем не менее, инфляция растет так же быстро, как и в 2008 году. Поэтому здесь вот как раз вот эти два показателя здесь коррелируют между собой. С точки зрения отчетов, на этой неделе выйдут несколько компаний, да, то есть, ну, из таких ключевых это Walmart, Home Depot, Baidu, будет отчет Petka Health, DRN Co. Ну, уже заканчивается, да, сезон отчетов, уже большинство компаний отчитались, вряд ли мы здесь можем ожидать каких-то сюрпризов на рынке. Но, тем не менее, то есть, рынок уже, скорее всего, тот позитив, который был, отыграл. И следующий квартал тоже будет важен для рынка. Его также ожидается рост. А теперь давайте посмотрим, что нас ждет по экономическому календарю на эту неделю. Ну, понедельник довольно-таки спокойный день. Фактически значимых событий здесь ничего нет. Во вторник видит данное изменение занятости. Здесь мы видим небольшой прирост. ВВП квартальный здесь тоже мы видим, ну, пока ожидается на предыдущих значениях, которые были, да, они выйдут за первый квартал. Разрешение на строительство здесь мы видим пока небольшое снижение, да, то есть, замедляется. Также будет выступление Лагард. В среду изменение запасов нефти. То есть, ну, здесь это стандартный показатель, который выходит каждую среду. Выступление Лагард также пройдет еще одно в четверг. В пятницу закроется у нас розничными продажами по Австралии, розничными продажами по Великобритании. Выступление Лагард, розничными продажами по Канаде. Ну, и продажа на вторичном рынке в США. То есть, здесь тоже ожидается небольшое снижение. Хотя до этого мы видели такой довольно-таки неплохой рост последние пару, ну, фактически весь год, да, то есть, после мартовского обвала и после снижения процентных ставок. Соответственно, неделя довольно-таки спокойная, относительно спокойная. Здесь, скорее всего, те показатели, которые выходят с точки зрения макро, они не столь будут влиять на рынок. То есть, как мы уже говорили, инфляция остается под прицелом на текущий момент. Теперь по инструментам, по евро-доллару. Здесь у нас продолжается восходящее движение, то есть, которое у нас возобновилось. Ну, фактически берем там с меню с апреля, по крайней мере, тот тренд, который сейчас сформировался и пока сохраняется после закрепления выше области 1.20. Были неплохие уровни для того, чтобы присоединиться как раз на прошлой неделе из-за отметки 1.20.50. Ну, к сожалению, до моего отложенного ордера цена не дошла, но, тем не менее, здесь цель данного роста – это область 1.22. То есть, пока в рамках вот текущей недели я для себя ожидаю движения уже в данном диапазоне и в данную, ну, в данный локальный максимум. Вряд ли у меня сработает отложенный ордер, который был поставлен на прошлой неделе, но пока еще формация сохраняется. Если будет сегодня в течение дня какая-то коррекция, то я был бы еще готов присоединиться к данной позиции и додержать до движения в область максимальных значений 10-11 мая. Но если этого не произойдет, то отложенный ордер, конечно же, удалю. По британской валюте. Здесь мы… Также у нас продолжается движение восходящее. Пока мы торгуемся по локальным максимумам, то есть, фактически, мы подбираемся к максимальным значениям, которые мы видели в конце февраля этого года. Это отметка 1.42.31, сейчас торгуемся по 1.4105. То есть, фактически, запас хода еще на 100-130 пунктов у британской валюте сохраняется. Но не было здесь коррекции, которая давала бы возможность более безопасно присоединиться к данной сделке. Поэтому здесь я для себя пока позиций не рассматриваю. Если будет более затяжная коррекция, то, конечно же, рассмотрю. А по паре американский доллар, канадский доллар. Здесь тренд у нас все еще продолжается нисходящий. Здесь у нас пока нащупана поддержка в области 1.2048. От нее мы отбивались на прошлой неделе. Но, опять же, здесь работать контртрендово пока опасно. Ну и те попытки, которые могли бы быть, они фактически пока бы не давали никаких результатов. Поэтому здесь работать против тренда по этой валютной паре не имеет смысла. То есть, если будет коррекция, ждем завершения данной коррекции, тогда заходим уже по тренду. Пара американский доллар, японская иена. Здесь мы пытаемся возобновить как раз восходяющее движение. Немножко переписали максимальные значения, которые были как раз в конце апреля. Опять же, заходить на продолжение роста. То есть, были неплохие уровни в области 108.44. Как раз где-то неделю назад, 11-10 мая. Но для меня там не было какой-то интересной точки для присоединения. Поэтому здесь эту позицию я пропустил. Если будет еще одна волна коррекции, то я для себя тоже пока рассмотрю вот это движение. Но, опять же, здесь пока такой диапазон просматривается. Верхняя граница, которая у нас была в конце марта. Нижняя граница, которая была в середине апреля. И вот пока здесь разумнее искать покупки ближе к нижней части. Ну, так, в принципе, всегда более безопасно. Но с точки зрения шартов здесь пока я бы попридержал. По австралийцу. Австралиец как раз тоже пытается продолжать двигаться в рамках восходящего тренда. У нас здесь пока сформировался тот боковик. То есть, он все еще сохраняется. Но мы находимся в области поддержки. Здесь я для себя рассматриваю как раз возможность присоединиться к данной позиции на продолжение роста. Здесь я поставил отложенный ордер. То есть, ну, вот, собственно, если мы скорректируемся к области минимальной значения, которую мы видели как раз в пятницу, то по австралийцу я бы в позицию здесь тоже вошел. И целью роста это как раз максимум, который был 10 мая. То есть, присоединиться по тренду, в принципе, все довольно-таки просто. Та же самая ситуация с новозеландцем. То есть, в принципе, в рамках часового таймфрейма здесь мы тоже перешли в фазу роста в четверг. Прошу прощения, в пятницу. Собственно, здесь тоже у меня пока все еще стоит отложенный ордер на присоединение к данному движению, как раз на продолжение укрепления новозеландцев против американского доллара. Отложенный ордер стоит. Если дойдем, присоединюсь. Если нет, то буду искать уже другую возможность. Золото. На прошлой неделе я, напомню, что пробовал открывать позицию по золоту. Заходил там несколько раз, передвигал точку входа, как раз следя за ценой. И вошел практически по максимальной цене, которая была 12 мая. Затем передвинул как раз стоп лосс по точке входа. Ну и по нему вышел в пятницу. Здесь я для себя все-таки ожидал более затяжного движения. То есть, как раз в область 1780. Там у меня стоял примерно тейк профи, где я был готов выходить из данной позиции. Поэтому здесь я не фиксировал позицию после того движения, которое было. Ждал, ждал, где цена остановится. Ну и, собственно, вышел примерно по уровню входа. То есть, без каких-то потерь. Смотрим, как дальше будет золото себя вести. Опять же, оно сейчас перекуплено. Смотрим, где оно будет останавливаться. Возможно, буду также перезаходить еще раз на шорт. Ну или перезаходить на покупку. Опять же, коррекция была не настолько сильная, как я ожидал. Поэтому, если бы она дошла как раз до тех целевых уровней, где я для себя ставил тейк профи, то тогда я бы перевернулся и заходил уже непосредственно в покупки. Индексы. Индекс DAX. Опять, очень быстро откупили. Фактически, то движение, которое мы увидели в мае до тех же уровней, мы и скорректировались на прошлой неделе. И сейчас торгуемся вблизи максимальных значений. Опять же, заходить сейчас в рост опасно. Шортить тоже неразумно. В любом случае, если будут коррекции, буду заходить. Пока просто присматриваюсь. S&P. Та же самая картина, та же самая ситуация. Коррекция, которая была на прошлой неделе, ее четверг-пятницу крайне быстро откупили. Пока еще не переписали локальный максимум. Но, тем не менее, коррекция, которая у нас здесь произошла, она была, может быть, не очень и сильной. Но, тем не менее, на 5% рынок скорректировался. Ну и, собственно, то же самое движение мы видели и по акциям. Соответственно, здесь пока я шортить не буду. Если будет еще одна коррекция, там область 4000-3900, то я, опять же, буду для себя искать возможность перезайти как раз на продолжение роста по данному инструменту. И нефть, нефть марки Brent движется пока в таком узком диапазоне. То есть, область сопротивления находится в области максимальной значения, которую мы видели как раз в феврале-марте. Это отметка 70-60, ну, примерно 71-70-60. Вот и вблизи этого уровня, пока мы коррекция. То есть, видимо, что вот этот диапазон, он пока сейчас сужается. Поэтому покупать нефть пока опасно. Шортить, ну, здесь я рекомендовать, безусловно, ничего не буду. Так же, как я и не делаю никаких рекомендаций в рамках данного видео. Но мне кажется, что здесь вероятность как раз коррекции, она все больше и больше назревает. Опять же, вероятность на уйти, там, на 72-73, она, безусловно, есть. Но, на мой взгляд, она небольшая. Ну что ж, неделя может быть довольно-таки интересной. Опять же, с точки зрения волатильности, волатильность повышается. Нужно быть к этому готовым. Следим за тем, как ведет себя индекс страха, как ведут себя инвесторы. Соответственно, такой индикатор показывает, как себя ведут инвесторы именно с точки зрения фондового рынка. Ну и, безусловно, держим руку на пульсе. Обязательно с вами встретимся также в среду. Посмотрим, как идет у нас торговая неделя, что на рынке происходит и обязательно это обсудим. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего торгового дня. Увидимся в среду. Всем спасибо и до свидания.